Всем привет! Сегодня у нас будет видео такое туристическое для тех, кто летает. Я вам такой лайфхак небольшой дам, который недавно самой пришлось, скажем так, пройти. Очередной раз, это уже не первый, а в третий раз. Я вообще не люблю Аэрофлот, сразу скажу. Особенно, если мне будут писать проплаченные комментарии, как было в прошлый раз боты про Аэрофлот и всякое такое. Что такое классное, хорошее, такое суперкомпания. Боже мой, я пользуюсь услугами Аэрофлота уже 7 лет, наверное, я их клиент. И я по пальцам одной руки могу пересчитать удачные, хорошие полеты, беспроблемные, которые бы мне эта компания с хорошим сервисом предоставляла, хороший сервис, услуги правильные. Было все без ошибок и без проблем. К сожалению, цена и качество Аэрофлота – это до свидания. Я понимаю, что можно сказать, что победа еще хуже. Но, блин, я победой не летаю. Если что, я плачу больше, я плачу за Аэрофлот и не экономлю. Но я хотелось бы сервисы найти получше. Опять к больной истории про отчество. Когда ты покупаешь билет на сайте Аэрофлота, да, ответственность на тебе. Можно же через посредников, через компанию покупать, через перекупов. Ну, в общем, когда ты, я напомню эту историю, я раньше про это на канале рассказывала. Там были такие терки, меня обвиняли, что я тупая, слепая, ни туда не смотрю. Аэрофлот, бедный, несчастный, ничего не планировал меня наобмануть. Но дело не в этом. Смотрите, когда вы покупаете на заграничный паспорт себе билет-перелет, у меня билет стыковочный, Россия, Москва-Шереметьево, пересадка, за границу ты летишь, ты покупаешь, конечно, за загранпаспорт сразу все, как правило. Так вот, когда ты летишь по России, паспорт российский, тебе там нужно писать отчество. Ты указываешь, естественно, на отчество, как в документе. А если ты летишь по заграничному паспорту, отчества там нет. Отчество указывать не надо. Но когда ты покупаешь билет на сайте Аэрофлота, полис отчеством, оно априори там существует. Я вот вам дам наметочку на будущее, кто не замечал. Я на своих ошибках два раза выучившись, на третий раз заметила. Я теперь знаю, что внизу маленькими буквами красными, если навести мышкой при покупке, как в телефоне я в компе покупала. Есть такое, что убрать отчество или его не использовать. Вы смело это нажимаете, чтобы отчество там поля было заблокировано. Иначе, если вы эту кнопку не нажмете, а будете вводить данные заграничного паспорта, вам не оформляется покупка, пока вы не впишите отчество. И вот вы его впишите, условно, если заранее не удалили это поле. Оформление производите оплату, а ваш билет уже сформирован и куплен с отчеством. Неправильно, это ошибка. И вот это маленькие красненькие буковки прямо под самим отчеством, которые хрен ты разглядишь вообще, это и есть вот эта уловочка аэрофлота. Что они с этого имеют и что направлено все на то, я сейчас расскажу, как эту уловочку обходить, на то, чтобы с вас снять денежки. Когда вы придете, правила российские про полетом одни, естественно, а внутри внутренние компании совсем другие, в которых они заинтересованы, в которых они придерживаются. Если по факту ты профукаешь свой полет, ты можешь по правилам потом идти судиться с ними годами, ну и словно год вести в суд, ты выиграешь, тебе возмещат деньги, но на данный момент твой полет до свидания этого и плана нарушится. На то и рассчитано, что никто судиться не будет или заплатят деньги, чтобы просто от них отстали. Но вот это просто меня даже достало, что каждый раз, когда я регулярно покупаю билеты, мне вот об этом надо думать. Вот почему сразу, когда я ввожу иностранный паспорт, мне автоматически это поле отчества не удаляется. Я вот этого хочу, а не рукой своей удаляю, потому что я могу забыть. В общем, меня в принципе напрягает, что когда ты покупаешь, мне очень нравится. СМС-ку, запрос о списании с денег, они тебе не присылают. Автоматически с карты списываются. Я карту, кстати, свою не привязывала к сайту Аэрофлота банковскую, с которой списание. Они без проблем списывают, только денежку им дай. Но когда ты оформляешь, тебе автоматически уже... Раньше было поле отказаться в пунктике от страховка полета, страховка багажа, страховка, блин, из ковида теперь, из всяких, блин, 5-10 страховок в разумных впихать, продажи надо сделать, правильно, сопутствующие. Раньше было, когда ты покупаешь, еще 2 года назад, помню. Да, нет, ты наживаешь, отказываешься. А сейчас оно все сразу включено. И чтобы оплатить билет без вот этих доп-функций, которые ты не выбирал, надо вернуться назад, отмотать, нажать стрелочку назад на вкладке и отказаться везде понажимать все эти... Господи, это просто лишний геморрой, чтобы ты забыл, заплатил. Естественно, вот это вот мне бесит. Вроде бы все по правилам, но не по правилам. А вдруг кто-то где-то опростоволосится, а потом отмену платежа не ты не сделаешь вот этого именно. Я, докажи, попробуй, что ты не хотел страховку оплачивать. Ты же ее оплатил, все. Так вот, возвращаемся к отчеству. Короче, вы уже оформили, да? Что делать надо? Все направлено на то, чтобы вас отправить. Раньше это можно было отчество убрать онлайн, позвонив на горячую линию. Если вы... Два момента есть. Первое. Если ты лично покупал билет на сайте, то только твои контакты все через линию идут, горячую по России, которая 8800. Если ты покупал через посредников, через какую-то фирму, турфирму и так далее, агентство, они занимаются этими вопросами, не ты. Они эти запросы все отправлять будут. Но если ты сам с этим, как я, онлайн покупал, столкнулся, инструкция такая. Все направлено на то, чтобы тебя отправить в кассу аэрофлота в твоем городе, где ты находишься, или в стране, или касса в аэропорту, когда ты будешь вылетать, и вам прям так говорят, вы-то вы подойдите к кассе, поменяйте свой посадочный талон, вам удалят фамилию, вам перепечатают новые. Ты, например, уже места взял. Вот я, например, дам по моему билету, я выбираю сразу места в самолете. Мне важно с пересадкой, короче, с тыковкой. Где я сидеть буду, чтобы быстрее с самолета выйти пересесть. Так вот. Направлено на то, чтобы вы пошли в кассу, потому что в кассе это стоит 1000 рублей, это услуга удалить ваше отчество, если вы не знали, там 900 рублей, что-то там периодически цена меняется, в районе 1000 рублей это стоит услуга, чтобы в кассу денежку занесли. А если раньше была опция позвонить по телефону на горячей линии, ты можешь, если вы не знали, онлайн купить, если нет компьютера, позвонить в банковскую карту, там называть свой рейс, данные своей паспортной банковской карты, еще и паспорта назвать, и купить онлайн по телефону, короче, я имею в виду онлайн, по телефону вы можете купить билет даже, если у вас компьютера нет и интернета. И раньше можно было в сервисе их горячей линии отменить, короче говоря, отчество, изнести правку в билеты, поменять билет, вот это все было по телефону, через этого ничего нет. Ну зачем это делать людям, правильно? Облегчать им жизнь. Операторов надо освободить от работы. Что мы делаем? Мы звоним в эту горячую линию, и тебе говорят, ну иди в кассу своего города менять за деньги. Онлайн мы ничего теперь не меняем. Или, о чем они не очень хотят говорить, у меня это со второго звонка получилось, выудить. Или идите на сайт, на сайте у нас есть такой раздел, называется обратная связь. То есть претензии, вся история. Вот теперь сервис не по телефону у них, колл-центра, а обратная связь на сайте. Там есть определенные бланки, в которых там ваша проблема, может быть, отправляйте в письменной форме заявку на сайт. Сейчас расскажу. Раньше служба письменная заявка тоже была. Мне надо было там перерегистрация, в общем, короче, меняли там тоже что-то отчество. У меня даже эта форма была, хотлайн чего-то там, у них была Аэрофлот, эту почту я помню. Так вот ее теперь отрубили, она не работает. И просто так в свободной форме заявки на почту не присылают клиенты. Только через сайт форма у них готова. Хочу отметить, что на сайте форма, есть раздел, конечно, разные твои, багаж ты потерял, там пересадка, билет менять и вся история. По сути, ты им делаешь запрос на почту, указываешь почту, причину, тебе там регистрируют твою заявку, очень хорошо, да, у нее есть номер, то есть они обязаны на нее ответить. Я вам сразу говорю, что когда вы звоните в колл-центр, вы должны спросить имя оператора и его номер. Каждый оператор на смене имеет свой номер. Вы записываете для разговора, если у вас конфликт, его номер операторский, который он вам назовет, он обязан его назвать, как его фамилия, чья смена, чтобы не было потом. Я позвонила, мне оператор сказал, а у вас спросят, а какой номер оператора, кто был на смене, Вася, Петя, у нас только 10 штук, а какой именно, назовите его номер. И вот если вы говорите волшебное слово оператору в начале разговора, скажите мне ваш номер, они тут же меняются в лице, они боятся, они знают, что эту уловочку знают только прошаренные, кто может ругаться, конфликтные клиенты, опытные, и за это можно притянуть вот номер оператора, то есть, что с чем вы идете в суд, называя конкретный человек, который отвечает за вот эти действия, представитель конкретной аэрофлота, который несет ответственность за решение вашей проблемы. Имейте это, введут вам подсказочкам. Так вот, возвращаемся к отчеству. На сайте, на обратной связи вы ищите раздел, который для ваших проблем подходит. Для моей проблем никого раздела не было, там был только раздел смена фамилии по замужеству, типа, а-ля, ты купил билет, и через полгода, заранее за полгода, там, условно, вышел замуж, поженился, фамилия сменилась, тебе надо поменять билет свой. Мои формы для отмены отчества на сайте нет. Ты можешь только по факту прийти ногами в кассу, заплатить тысячу рублей и сменить ее заранее. Или перед полетом сменить тоже в кассе в аэропорт, ну, за деньги. Бесплатно, типа, нет. Ну, я поступила наглее, вот он мой лайфхак вам, я форму, которая для замены фамилии, я там указала все данные, все, что надо, билет, рейс, и три фотографии, там, вместо трех фотографий, паспорт, типа, старая фамилия, новый паспорт и свидетельство о браке. А я везде загрузила просто фотографии паспорта и написала в описании проблемы, в текст там определенный, да, там я прошу, там объясняю ситуацию и написала, что прошу заменить, отменить типа отчество, потому что, и на вашем сайте нет этой формы, поэтому я это указываю вот в этой форме, чтобы ко мне претензий не было. Тут же автоматом у вас приходит на почту, указанную в заявке, ответ автоматически от робота, что ваша заявка принята, у нее номер такой там, и вы можете статус своей заявки всегда на сайте у них проверять, что они там посмотрели, не посмотрели, в общем, как эта вся история обстоит сейчас. Ответили мне буквально на следующий день или через день, довольно-таки быстро, и мне поменяли, тут же прислали на почту новый билет, исправленный, без отчества, с непотерянными местами моими в самолете, когда до этого один раз, когда была отмена отчества на регистрации в аэропорту через кассу за денежку, мои места, отмеченные в билете заранее взяты, эта услуга сейчас платная, если что, то мне это не сохранили, эту опцию, за которую я когда-то заплатила зараньше деньги. Типа вот ваш косяк, типа билет сейчас перепечатан, вместо ваших нет, а их кто-то типа уже занял. Ну, в общем, лапша по ушам. Так что, ловите такой лайфхак, билеты все прислали, разговоров о том, что это другая, чужая форма вообще не было, потому что я прям такой с претензией написала в тексте этого обращения, что формы раз такой нет, то я пользуюсь вот этой формой, знаете. Они прекрасно должны все менять. И я больше скажу, оказывается, в правилах, не в российских по полетам, вот это авиасообщение, это все истории, не правильно, как это называется, есть такая функция, пунктик, который Аэрофлот не любит упоминать и скрывает ее от вас, скажем так. Это мне знающие люди подсказали. Компания, которая, даже если вы онлайн на сайте, да, и оплату делаете с отчеством, почему они бесплатно должны это менять? Правила существуют и в Аэрофлоте, и в стране. Когда вы осуществляете онлайн оплату на их официальном сайте Аэрофлота, если у вас заграничный паспорт, а вы указали отчество, то эта компания Аэрофлот принимает ваш платеж и формирует ваш билет. Это они проверяющие органы на тот момент, которые принимают данные вашего билета. Это они вам должны, обязаны сделать ошибку, написать о том, что, ой, внимание, уважаемое, вы написали отчество, а оно здесь не нужно, у вас будут проблемы, ваш билет, скажем так, будет недействительным, вы можете там не полететь, мы вас сможем не пустить на борт самолета. Они этого не делают, они делают все, чтобы ты это написал, а потом все, чтобы ты это исправил, только за деньги, имейте это в виду. Аэрофлот, принимая билет, по сути, печатая его, вот этот посадочный талон, выдавая его в электронном виде, они несут, по сути, вот эту ответственность за проверку этих данных. Не вы, вы, как клиент, не обязаны знать там эти правила, нужно отчество или нет, а они должны проверять при покупке билет и менять бесплатно его потом, если была допущена ошибка, потому что по факту это 50% их ошибки. Они приняли этот платеж на эти данные, когда указано, что паспорт заграничного отчества. Так что популярно вам все это объяснила, рассказала. Жду ваших комментариев, ваших историй на эту тему. Спасибо за внимание. Всем пока.